Всем добрый день! Сегодня, как адвокат и коллега Олега Мальцева, я хотела бы прокомментировать видео, которое было размещено не так давно на YouTube. Это видео было размещено на канале Russian Hat Kiddo, и его автором является Никит Дмитрий Черноситов. Безусловно, в самом начале я хотела бы отметить и хотела бы обратить внимание самого Дмитрия, если он будет смотреть это видео, что в видео я буду обращаться к нему как к лицу мужского пола. Почему акцентирую на этом внимание? Дело в том, что вчера в переписке на Facebook, которая состоялась между Дмитрием и главным редактором газеты «Нераскрытые преступления» Константином Слободенюков, Дмитрий говорил о том, что он женщина, о том, что он 9 месяцев вынашивает детей и, в общем-то, называл себя словом «подружка». Я глубоко уверена, как адвокат, что любой человек имеет право, будет он мужчиной, либо женщиной, считать себя либо лицом своего пола, либо лицом противоположного пола. Поэтому в самом начале я акцентирую на этом внимание и говорю, что буду обращаться и говорить о Дмитрии как о лице мужского пола, просто потому что мне так удобно. Но я никоим образом не претендую на то, чтобы изменять какие-либо убеждения Дмитрия, в том числе относительно его самого. Итак, давайте с вами перейдем к самому содержанию видео. Значит, видео Дмитрий говорит о нескольких вещах, которые он позиционирует как факт. То есть он говорит, что это соответствует действительности. При этом он не указывает на то, что это его личное мнение, либо его личный вывод. Ввиду этого я считаю необходимым эти ложные, безусловно ложные заявления прокомментировать, для того, чтобы те люди, которые будут смотреть видео Дмитрия, не были введены в заблуждение этим человеком. Итак, заявление Дмитрия номер один. Он утверждает, что Олег Мальцев является бизнес-тренером. Уважаемый Дмитрий, Олег Мальцев никогда в жизни никакими бизнес-тренингами не занимался. Если у вас есть какие-либо доказательства обратного, пожалуйста, вы можете их мне предоставить, и я, в общем-то, с удовольствием их опубликую. Заявление Дмитрия номер два. Он говорит о том, что Олег Мальцев занимается рейками, занимается гистальтерапией. При этом он делает ссылки на некие видео, где Олег Викторович объясняет то, что существует действительно подобного рода течения и подобного рода явления. И в этих видео также описана структура данных течений. Что я хотела бы сказать по этому поводу. Несколько лет назад в Одессе был некий журналист, который заявлял, что Олег Викторович является тамплиером. Кстати, точно такое же заявление было сделано и Дмитрием Черносвитовым. Логика подобного рода заявлений состоит в следующем. Раз Олег Мальцев исследовал орден тамплиеров, его историю, значит он тамплиер. Раз Олег Мальцев рассказывал о таком явлении, как гистальтерапия и рейки, значит он занимается гистальтерапией и рейки. Безусловно, подобного рода логика является несколько странной. И если руководствоваться этой логикой, то выводы, к которым мы можем ошибочно прийти, будут тоже крайне странными. Например, сотрудник органов национальной полиции, он с утра до вечера занимается расследованием преступлений. Но это совершенно не значит, что он является преступником. Поэтому здесь я хотела бы обратить внимание на то, что изложенные Дмитрием факты не только не соответствуют действительности, но и сам ход его рассуждений несколько порочен, ну и безусловно, аллогичен. Далее Дмитрий заявляет, что Олег Викторович Мальцев специализируется на том, что он собирает в свою секту целый гарем. Ну, по поводу этого заявления, безусловно, как бы достаточно смешного, хотела бы сказать следующее. Когда Дмитрий заявляет о существовании и сборе некого гарема, он демонстрирует фотографию с научного симпозиума, который проходил в конце прошлого года, в декабре месяце, в Стамбуле. И вся примечательность в том, что на этой фотографии половина присутствующих лиц – это мужчины. Уважаемый Дмитрий, я никоим образом не претендую на, так сказать, ваши значения, которые вы придаете половой принадлежности того или иного человека. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что когда вы называете мужчину, который считает себя мужчиной, женщиной, безусловно, это может его оскорбить. А ни один закон, ни одной страны не приветствует оскорбления других людей. Равно как это не приветствуется и нормами некой общественной морали. Что касается заявления о том, что Олега Викторовича здесь сектор. Уважаемый Дмитрий, вы можете зайти на мою страницу. На этой странице вы найдете массу комментариев по данному поводу профессора Матсиму Энтровиния, который является одним из ведущих ученых в области социологии и религии в мире. Вы можете зайти на канал нераскрытых преступлений и посмотреть несколько объяснений профессора Энтровиния по этому поводу. И прийти для себя к выводу, что в общем-то никаких сект на самом деле не существует. Это момент номер один. Момент номер два. Вы также можете ознакомиться с тем, как действуют религиозные экстремисты, откуда происходят, так сказать, истоки и корни этой незаконной деятельности, а также ознакомиться с тем, что в том числе в Соединенных Штатах Америки эта деятельность была законом запрещена и осуждена судом. Поэтому, Дмитрий, я не считаю сейчас необходимым тратить свое время на повышение вашего уровня образования. Вы можете это сделать самостоятельно, перейдя по указанной мною ссылке. Кроме того, на моей странице в Фейсбуке вы можете посмотреть мой доклад, который я делала в марте этого года на конференции в Риме, также по данной теме, и сделать для себя определенного рода выводы. Далее. Дмитрий в видео утверждает, что у Олега Викторовича Мальцева есть Академия прикладных наук и Академия ИИ имени Мальцева. Значит, уважаемый Дмитрий, если бы вы действительно хотели разобраться с вопросом, то вы бы немного погуглив нашли сайт Академии прикладных наук. На этом сайте, на первой же его странице написано, что Академия прикладных наук – это брендовое название, которое использует финская компания European Guard Group. И никаким научным, либо учебным учреждением, а равно как и юридическим лицом Академия прикладных наук не является. Безусловно, я об этом говорила уже несколько раз и говорю об этом в течение двух лет. И что самое удивительное, что на канале Russian Hub Kido есть подписка Дмитрия на канал «Юридические разъяснения и наглядные примеры». И как раз на этом канале размещены несколько моих видео, в которых я это объясняю. С учетом изложенного я прихожу к выводу, что Дмитрий не преследовал цели разобраться в вопросе, разобраться с тем, что ученые, Олег Викторович, не ученые, соответствуют ли факты, изложенные какие-то в интернете, действительности или нет. Он преследовал инуюции. И эта цель выглядит, в общем-то, достаточно банально. Это клевета. И если вы перейдете на канал Russian Hub Kido, вы увидите, что Олег Викторович это не единственное лицо, в отношении которого Дмитрий клевещет. Там есть несколько мастеров воинских искусств, в отношении которых Дмитрий делает достаточно безосновательные заявления. Причем, что самое примечательное, при этом сам Дмитрий, по информации, которая содержится у него на странице, принадлежит к некой воинской системе, которая называется Kupkido. Это корейские боевые искусства. По сути своей, Дмитрий клевещет на своих же коллег, мастеров воинских искусств. Цель подобного рода клеветы, безусловно, я думаю, что это устроение неугодных конкурентов. Но цель есть еще и иная. Это некий заработок. Если вы зайдете на мой канал, вернее, на мою страницу в Facebook, вы увидите скриншот переписки Дмитрия, которая состоялась вчера, где он утверждает следующее. Я буду цитировать. Значит, дайте номер счета, и вы можете послать на этот номер счета деньги. Как только цифра будет в районе приличной, я сразу уберу видео, обещаю. Но поторопитесь. Вы тут такой резонанс подняли, что скоро будет поздно. То есть, по сути своей, была создана некая, скажем так, замечательная система. С одной стороны, человек устраняет конкурентов, распространяя в отношении них клевету, а с другой стороны, для того, чтобы убрать эти видео со своего канала, он предлагает им заплатить, как здесь написано, приличную сумму денег, иначе это видео там же и останется. Безусловно, подобного рода действия подпадают под признаки состава преступления не только Уголовного кодекса Украины, но и Уголовного кодекса Чехии, где Дмитрий и проживает. Следующее заявление, на которое я хотела бы сакцентировать внимание, это то, что у Олега Мальцева есть не имени Мальцева. Уважаемый Дмитрий, существуют простые действия, которые доступны любому человеку. Это простое действие называется так. Реестр предприятий, учреждений, организаций, физлиц, он есть в любой стране. Так вот, если вы займете в такой реестр, который есть на территории Украины, вы увидите отсутствие там какого-либо научно-исследовательского института имени Олега Мальцева. Соответственно, заявление ваше лживое, сделали вы его, ну, я так полагаю, просто так, при этом преследуя одну из тех целей, либо обе сразу, которые были озвучены мною ранее. Это устранение конкурентов, либо это заработок с помощью шантажа. Далее, значит, Дмитрий очень интересное заявление сделал относительно научной деятельности Олега Викторовича Мальцева. Ну, первое заявление им сделанное, это то, что, значит, научно-исследовательский институт может быть только государственным. Уважаемый Дмитрий, к сожалению, закон с вами не согласен. Научно-исследовательский институт может быть как государственным, так и частным. Это первое. Второе. Дмитрий делает заявление о том, что у Олега Мальцева нет никаких теоретических знаний. Уважаемый Дмитрий, у Олега Мальцева есть высшее образование как психолога и как юриста. Если вы не в курсе, он также является и адвокатом. Поэтому, безусловно, теоретические знания у него есть. Более того, эти теоретические знания на уровне более высоком, чем у среднестатистического человека, потому что высших образований у Олега Викторовича два. Далее. Дмитрий утверждает, что Олег Викторович не является ученым, и в доказательство приводит видео некого религиозного экстремиста Александра Невеева. По поводу этого человека я не буду ничего дополнительно комментировать. Зайдите в англоязычную Википедию и прочитайте о том, что этот человек из себя представляет и что из себя представляет его деятельность. В этом видео Невеев говорит, что у Олега Мальцева нет никакой ученой степени. Безусловно, это ложь. Олег Викторович является кандидатом наук на языке той страны, где проживает Дмитрий Черносвитов, как это называется, PHD, и, безусловно, он является ученым. Причем, что примечательно, в соответствии с законом, даже если бы у Олега Викторовича не было государственной научной степени, он все равно является ученым, так как систематически проводит исследования в той или иной отрасли и публикует результаты этих исследований. Значит, дальше было очень интересное заявление, которое я тоже хотела бы прокомментировать относительно того, что, значит, любые исследователи, любые изобретения должны быть опубликованы в научных журналах и должны быть признаны научными сообществами мира. Уважаемый Дмитрий, я думаю, что в тот момент времени, когда соответствующие ученые проводили исследования в области водородной бомбы, в области ядерной энергетики, атомной энергетики, они никаких статей по этому поводу не публиковали. И уж точно не публиковали каких-либо своих исследований. Если бы это было не так, то не существовало бы такого понятия, как промышленный шпионаж и не существовало бы такой организации, как разведка. Если вы помните, на определенном этапе истории, когда производились исследования в области ядерной энергетики, разведка тогда Советского Союза и США в этом вопросе друг другу, скажем так, мягко говоря, противостояли. Поэтому заявление ваше, в общем-то, не функциональное, потому что с одной стороны, безусловно, какие-то результаты публикуются, а какие-то результаты не опубликуются. Более того, я уверена, что они никогда не будут опубликованы ни в одном научном журнале. Но это не отменяет заслуг, указанных мной выше ученых. Что хотела бы сказать еще напоследок. Мне крайне прискорбно смотреть на то, что человек, который живет на территории Евросоюза и ратует за европейские ценности, за соблюдение закона, сам этот закон нарушает. Потому что ни в одной стране мира не разрешено клеветать на другого человека. Возможно, это вследствие того, что, по моему глубокому убеждению, Дмитрий просто является невоспитанным человеком. Но, знаете, этот мир так устроен, что рано или поздно невоспитанному человеку либо придется воспитать себя самому, либо найдутся люди, которые его будут воспитывать. Потому что его поведение нарушает их права. Безусловно, я как адвокат предприму все действия в рамках закона, для того, чтобы пресечь дальнейшее нарушение закона и прав человека Дмитрием Черноситовым. И я очень удивлена, что до настоящего момента времени не нашлось человека, который бы это сделал. Тем не менее, действовать я намерена в рамках закона, но действия эти будут достаточно жесткими. Потому что я глубоко уверена, что подобного рода деятельность должна быть пресечена. Лично для себя я буду считать это неким моим вкладом в мировую правовую историю. На этом я хотела бы закончить. И я надеюсь, что Дмитрий прекратит свою незаконную деятельность самостоятельно, либо ее прекращу. Я уже в принудительном порядке. Спасибо большое.